всем привет есть очередное интересное выступление лидера партии альтернатива для германии алис вайдер которые я предлагаю сейчас посмотреть в конце видео я поделюсь с вами о интересных моментах в этом выступлении ну и вы обязательно напишите ваше мнение в комментариях под видео так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу привет бавария дорогие друзья о последние несколько дней были действительно захватывающими там вы хотите пиво вы были со мной за пивом или сфотографировались и то и другое так что в последние дни я могу также подумать что это за беспорядок в правительстве штата на самом деле седр больше не контролирует свой магазин что здесь происходит а откнуждается в этом как в силе выходного дня в баварии дорогая катрин дорогой мартин дорогой ральф дорогой бернхард дорогие члены дорогой окружной совет большое вам спасибо в том числе и мне члены которые находятся здесь сегодня но дорогие волонтеры которые сделали это возможным здесь сегодня это так чудесно и не только палатки синие но и небо тоже будущее баварии голубое это такое прекрасное зрелище так много дирндрей так много национальных костюмов кожаные штаны великолепная картина теперь вы удивитесь почему я не прихожу в дирндле проще говоря я из восточно западной германии и я вовсе не хочу вас обманывать это не в моем вкусе я здесь не для этого иначе в конце концов вы все равно сочтете меня одним из зеленых они действительно верят что если они каждые несколько лет будут спускаться со своего политического олимпа приходить сюда из своей страны из своего поднятого пузыря и переодеваться то они уже будут людьми и они хотят чтобы их приветствовали как будто люди все еще не понимают что зеленые красные лорды в основном смотрят на нас свысока и хотят испортить нам все они хотят разрушить нашу родину они хотят отбить у нас свиную рульку колбасу котлеты и я могу вам сказать что я не позволю отнять у меня котлету никто не пойдет на котлету вы хотите отнять у фермеров землю и ферму своими абсурдными постановлениями об удобрениях и правилами ведения сельского хозяйства и вы хотите разорить домовладельцев с помощью диктата по отоплению и принуждения к ремонту и я должна вам сказать что зеленые дамы совершенно правы что их сейчас повсюду освистывают тут уже никакая дирнда не поможет чудесный хампен вы его видели если бы у меня в офисе было что-нибудь подобное насосы гирндель костюмы и вообще по зеленой логике все это было бы культурным присвоением как бы это красиво это не называлось культурное присвоение или нет и это всегда аргумент наших политически некорректных людей когда они хотят запретить нашим детям играть в индейцев и одеваться как вожди или хор вот как это выглядит запутанный мир зеленых и левых они хотят диктовать нам во что одеваться на масленицу и что еще можно есть фермер больше не может сам решать что ему выращивать и тот у кого есть дом больше не может сам определять какое отопление у него в подвале но теперь мы можем выбирать раз в год хотим ли мы быть маленькими или лесными или кем-то еще это федеральное правительство разрабатывает новые запреты и правила на конвейере но для этого они теперь делают курение легальным и это то что они называют прогрессом это то что вы должны оставить лордом в берлине они обычно ссорятся как чайники и почему-то еще не придумали ничего разумного но по вопросу о выпивке все они очень быстро пришли к единому мнению наша экономика приходит в упадок инфляция скачет галопом или замедляется а наша нет нет инфляция скачет галопом экономика разрушается или предприятие уходит так оно и есть нашему правительству нет ничего лучше чем серьезно обсудить вопрос о повторной вакцинации людей с помощью кампании устрашения или легализации курения все под лозунгом больше иммиграции меньше богатства но зато бесплатное курение для всех терпеть все это лучше с помощью наркотиков то что вы производите в этой стране это звучит безумно это так нами правит безумцы и идиоты дорогие друзья а потом еще эти убийства и неумелость это самодовольство со стороны этих леди и джентльменов министров это невыносимо но ситуация слишком серьезно наша страна находится в глубоком кризисе и это федеральное правительство спасает нашу страну продвигает нашу страну все дальше и дальше внутрь и мы выступили за это как чтобы спасти эту страну от этих идиотов которые разрушают нашу страну дотла куда бы вы не посмотрели в этом федеральном правительстве гражданин оказывается на последнем месте зеленые стпк и свдп просто делают все возможное чтобы сделать жизнь как можно более тяжелой для обычных людей которые встают по утрам едут на работу платят налоги создают семьи воспитывают детей и поддерживают работу в стране делать инфляция съедает заработную плату и пенсии в течение многих лет реальная заработная плата оставалась неизменно и снижалась у гражданина просто не хватает чистой прибыли от того что он зарабатывает миллионы людей не знают как оплачивать свои счета и покупки каждый день а что делает светофор он продолжает увеличивать налоговые и неналоговые платежи в разгар кризиса у этого федерального правительства все еще есть наглость наглость при таких рекордных ценах на энергию и топливо все же снова вести налог на добычу полезных ископаемых ко двойным сбором и увеличить его даже больше чем планировалось в любом случае что за позор в том как с нами здесь обращаются и это касается не только заправки и обогрева коту присутствует в каждом производственном процессе это означает что все товары становятся дороже и соответственно все становится дороже и вам об этом тоже не говорят электричество и энергии слишком дороги что делает светофор это делает его еще более дорогим в разгар энергетического кризиса это федеральное правительство закрывает последние атомные электростанции аргументы не в счет канцлер и зеленые министры называют повторный запуск табу или мертвой лошадью я должна вам сказать что этот канцлер и это федеральное правительство мертвые лошади нам нужны новые выборы это федеральное правительство больше не имеет большинства оно должно уйти в отставку уже есть ощущение что это федеральное правительство вообще не может действовать достаточно быстро чтобы поставить эту страну перед стеной и поэтому мы стремимся остановить это и вернуться к разумной политики в отношении вас граждан этой страны которые платят налоги арендная плата стремительно растет мечта о собственном доме становится несбыточной мечтой для молодых семей мы строим с непозволительной роскошью цены на энергоносители слишком высоки и они увлекают за собой всех остальных что делает светофор он делает дерево еще дороже он увеличивает волокиту и запугивает застройщиков все более жесткими требованиями когда дело доходит до созис также вводится мораторий на аренду который отключает воду для многих мелких частных арендодателей это так замечательно сработало и в гдр поскольку всего этого еще недостаточно теперь после летних каникул они хотят отменить диктат хабека по отоплению без раздумий без изменений бесчисленное количество владельцев вынуждены тратить свои резервы на дорогостоящие электрическое отопление и влезать в долги за ремонт которые они никогда не смогут оплатить многим придется отказаться от своей собственности крупные инвесторы уже с нетерпением ждут выгодной сделки blackrock мерзель приветствует вас дорогие друзья именно так все и обстоит мы вероятно не думаем всерьез что хдс что-то предпримет по этому поводу должны ли мы смириться со всем этим или мы должны смириться с этим или мы должны честно выйти на баррикады против этой политики невероятно кто скоро останется без работы потому что плановая экономика электромобилей предписанные сверху уничтожает промышленность поставщиков и потому что самая глупая в мире энергетическая политика самыми высокими в мире ценами на электроэнергию вытесняет производительную промышленность за границу тот больше не сможет поддерживать свой уровень жизни светофор делает всех нас беднее но конечно ваших единомышленников и единомышленников богаче они извлекают из этого выгоду из наших из ваших налоговых денег эти люди должны были бы устыдиться и немедленно уйти в отставку если бы дело дошло до меня уйти в отставку для функционирования здравоохранения для неповрежденной инфраструктуры надлежащего управления безопасных границ и боеспособной альмии не хватает денег но миллиарды уходят на борьбу с изменением климата во всем мире на ес на помощь в целях развития в африке с гендерными туалетами на энергетическое безумие и лесопосадки с вертушками просто так в окно германия это самое социальное учреждение в мире но в своей собственной стране работа больше не стоит того немцы платят самые высокие налоги в мире и имеют самые низкие пенсии и они также сильно отстают в сфере частного домовладения пенсионеры по-прежнему ждут достойного повышения пенсий вместо этого этот отвратительный сигнал светофора увеличивает доходы граждан и он все еще каким-то образом находит средства на содержание детей большая часть получателей иностранные граждане дорогие друзья и это доля быстро росла в последние годы где деньги для наших собственных людей что мы сделали с нашими налоговыми деньгами как поступить с людьми которые построили эту страну вырастили здесь внуков которые вырастили детей как мы поступаем с этим человеком со старшими людьми нашего общества пусть этим людям будет стыдно это позор и ничего подобного садка вообще нельзя делать и все это повышение гражданских пособий даже введение гражданских пособий чтобы каждый мог попасть сюда фактически каждый мог бы получить социальное пособие гражданское пособие это действительно еще один миграционный магнит который привлекает еще больше иммигрантов со всего мира при этом массовая миграция в любом случае уже идет полным ходом почти как во времена скандального мы создаем приветственного пуччи меркель в этом то все и дело это делает светофор она еще больше подогревает ажиотаж подделывая немецкий паспорт и создавая дополнительные стимулы для нерегулируемой иммиграции с помощью еще более жесткой и облегченной натурализации перегруженные граждане все еще могут бунтовать потому что им предлагают огромное убежище в самых маленьких деревнях мэры и сельсоветы все еще не могут принять решение о предоставлении убежища бить тревогу потому что они больше не могут светофор даже не думает закрывать границы депортировать нелегалов и наконец депортировать сотни тысяч иностранцев без вида на жительство больше долгов и больше налогов больше запретов и больше распространения больше миграции и еще больше абсурдных гендерных законов и законов о цензуре это все что этот светофор понимает под правительством долго наша страна этого не выдержит и кто поверил и кто поверил что свдп линдер все еще может в какой-то форме исправить это да тот получит лучший урок потому что для свдп имеет значение только одно почтовый ящик и служебная машина на которой этих людей возят по окрестностям и то что свдп вылетает из всех парламентов это следствие потому что такая партия германии не нужно а кто надеется что с чернокожими все будет лучше это тоже ложная реклама хдс по прежнему остается старым хдс мерке и участвует во всем от энергетического перехода до массовой миграции и это то что она сама спровоцировала эгер мерзель в любом случае является лидером оппозиции полный провал он ни в коем случае не хочет ссориться с зелеными которые в конечном итоге должны снова сделать его канцлером вот в чем все дело но зельевар ваш маркус зёдер этот беспорядок можно сказать почти уже наступил он тоже не лучше чего же еще ожидать от самовлюбленного и самоуверенного человека который занимается только собой только один пример после ухода хорста зиохофера расходы государственной канцелярии на гонорары фотографов таковы они в два раза они в три раза они в пять раз они в 10 раз в 15 раз больше для фотографов для господина премьер-министра более ста семидесяти восьми тысяч евро за кисти для маркуса зёдера больше чем у нашего министра иностранных дел байербока и этого министра окружающей среды штифи лемки очень помогли все эти деньги которые не стоят 3 сегодня маркус одер ведет себя так как будто зеленые являются его главными противниками вчера он все еще обнимал деревья и назвал черно-зеленых захватывающей командой будущего теперь я хотела бы вкратце рассказать о том как обнимаются деревья я и сама иногда делаю это это полезно для здоровья для всех тех кто этого не знает ради всего святого я вовсе не хочу сейчас бросаться к деревьям в обнимку это здорово запомните это сегодня седр ведет себя так как будто хочет немедленно вернуть в строй атомной электростанции в баварии я удивляюсь почему он на самом деле этого не делает почему он просто не делает этого и в то время когда меркель отключила атомные электростанции он вообще не мог двигаться достаточно быстро именно тогда он хотел быть быстрее здесь в баварии именно так это выглядит в маркусе зёдере но у маркуса зёдера действительно есть другой план он на самом деле хочет стать канцером да 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 мы это знаем но он этого не знает они там у негров не так умный как он был здесь вряд ли он хочет перехитрить мерзели из хдс и поэтому не хочет голосовать за кандидата в канцлеры союза до осени 2024 тогда именно благодаря хитрости мистера сёдера мартовские выборы на востоке были проиграны и он может предложить себя в качестве последней надежды в этом уже есть небольшая ошибка давайте посмотрим чем закончится весь этот хаос на выборах здесь в баварии тогда ему придется сначала выстроиться в очередь в самом конце потому что то что происходит в правительстве и снова шум и гам это действительно невыносимо то что только что было сфабриковано но если он не ошибается то хдс проиграет адк на выборах в лан так они проиграют нам в саксонии у нас 35 процентов а у хдс всего 29 процентов по всей стране у нас 22 процента а у хдс впереди всего пять процентов мы их догоняем и саксония опережает для празднованиях западногерманских землях мы скоро это испытаем дорогие друзья настало время для первого правительства земли от наконец-то в германии что-то происходит с каждым днем все больше немцев осознают что светофор приносит им свободу и процветание и что хдс также не является альтернативой и возможно здесь в баварии говорят что баварии будет хорошо если он звездер наконец поедет в берлин но германии действительно этого не заслуживает германия этого не заслуживает я знаю кое-что получше сделайте сделайте адк настолько сильный что без нас она больше не сможет управляться небо над баварии черное оно не черное оно не красное оно не зеленое оно бело-голубое и будущее баварии и германии голубое давайте начнем с этого большое вам спасибо я желаю всем вам всего наилучшего я так хотела бы отпраздновать это вместе с вами я возвращаюсь в берлин праздники все еще прекрасны я думаю о вас это было чудесно может быть мне тоже можно взять с собой собаку я обращаюсь к вам я обращаюсь к баварии к феноменальной победе на выборах от нашей замечательной партии все хорошо и так заявлений много и много резких особенно удивляет такое высказывание в адрес правительства и призыв немцев выходить на протесты и самое интересное что за это нет никаких преследований и каких-либо других действий но все же можно ли так называть правительство и призывать народ к таким действием как считаете вы думаю что вам есть что сказать так что давайте теперь обсудим все эти моменты и заявление алис вайдель в комментариях под видео кстати в описании к видео есть и другие выступления алис вайдель и других политиков тоже с переводом которые стоит посмотреть а на этом все подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соц сетях спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока